Мегафон компенсирует утечку смс в интернет. Мобильный оператор обещает предоставить пострадавшим абонентам бесплатные бонусные сообщения или минуты разговора. Петр Рузавин узнал, что для этого нужно. Петя. Да, Лен, здравствуй. Если ваши сообщения, адресованные вам сообщения оказались в интернете, то есть одновременно с этим и оказался ваш номер телефона, то вам просто нужно обратиться в офис компанией Мегафон. Они проверят, действительно ли это так, и после этого компенсируют. Либо дадут бонусные сообщения, либо дадут некие бонусные минуты разговора. Сейчас таких так сделали только 100 абонентов из двух с половиной тысяч примерно. Ну, новость об утечке смс Мегафона, сайта Мегафона в интернет была самой яркой и самой обсуждаемой с начала недели. Это произошло 18 июля. Но до сих пор, на самом деле, компании спорят, кто же виноват. Мегафон обвиняет Яндекс, Яндекс обвиняет Мегафон. Единственное, что нужно сказать, то, что Мегафон проводит собственное расследование. Также этой историей заинтересовался Следственный комитет Российской Федерации. Ну, я бы хотел сказать, что сейчас, на данный момент, отправлять смс с сайта Мегафона, вот что он пишет, невозможно. Ну, и я бы хотел еще, в конце концов, добавить то, что на самом деле утекло порядка 8 тысяч сообщений, а это, на самом деле, капля в море, потому что до этого ежечасно добавляли, отправляли 5 тысяч сообщений, то есть там свыше 100 тысяч сообщений в сутки с сайта было отправлено. Ну, тем не менее, не всем хочется, вернее, всем не хочется, чтобы их телефон оказался в интернете. Лена? Да, да, Петя, спасибо. Мы связались с Петром Лидовым, директором по связям с общественностью ОМегафон. Петр, у меня слышите? Да, слышу, конечно. Да, добрый день. Спасибо, что дали нам возможность с вами поговорить. У нас есть вопросы, как вы поняли. А вообще, это утечка смс в интернет. Это де, как это сказать, в общем, деинтимизация личных сообщений. Насколько это удар большой по репутации компании? Ну, знаете, я тут должен сказать, что, конечно, как правило сказал ваш журналист, что количество смс, которые утекли, совершенно незначительное. На фоне 40 миллионов смс в день, конечно, 2,5 тысячи – это капля в море. Тем не менее, мы очень серьезно относимся к этой ситуации. И уже в течение двух дней мы принимаем меры для того, чтобы абонентов, которые, собственно, попали в эту ситуацию, чьи телефоны попали в открытое пространство, чтобы с ними связаться, поговорить, предложить им бонусные какие-то меры, предложить им сменить номер, если они чувствуют какую-то угрозу своей безопасности. Поэтому, ну, конечно, для репутации здесь сейчас есть. Я не думаю, что он значительный. Тем более, что мы активно работаем в направлении именно наших клиентов для того, чтобы они не почувствовали никаких проблем. Все понятно, Петр. Еще один вопрос, на который я попрошу вас уже отвечать коротко, в силу того, что у нас короткий выпуск. Скажите, Петр, удовлетворились ли абоненты той компенсации, той программы, которую придумали в Мегафоне? Не знаете ли вы, подал ли кто-нибудь на компанию в суд? Или, в общем-то, нет таких случаев? Ну, знаете, у нас нет таких случаев пока. И несколько человек, пока мало у нас обращения на них есть, да, несколько человек вполне довольны. Ну что же, большое спасибо. Это был Петр Лидов, директор по связям с общественностью ООО «Мегафон». ООО «Мегафон».